поскольку заканчиваю характеристику древних реликтовых языков передней азии нужно рассказать о письменности хотя бы кратко ну то есть тут цель конечно не обучение письменности ну хоть просто чтобы представлять что это такое и какие проблемы возникают собственно почему языки трудно дешифровать потому что практически все они имеют письменность вот на этой самой клинописи значит три тысячи двухсотый год до нашей эры первые надписи на этой системе то есть это одна из древнейших письменных систем человечества скорее всего раньше египетских хирургов возникло большое количество памятников обнаружено в руки архивы распахали в общем где-то с восьмидесятых годов 19 века весь 20 копали и в общем до сих пор что-то там тоже находит под поскольку она массово применялась в основном подавляющее количество этих текстов это различные бухгалтерские записи довольно бедные по лексике то есть там просто подсчеты выдали то выдали все но также найдены полноценные огромные художественные произведения разного плана научные и так далее то есть тут полноценная культура открыта что позволяет дешифровать по крайней мере такие языки как шумерские аккадский то есть основные языки на которых это все было первая стадия была протоклинопись и в первой стадии клинописи используются только иероглифы поэтому невозможно установить на каком языке это написано и имеется длительная дискуссия в науке по поводу того кто же писал этой протоклинописью то есть возможно шумеры освоили вот эти рисуночные знаки когда они уже там появились и возможно они не появились вот в 3000 году ли в 3200 потому что всяческие легенды шумеров естественно удребляют эту цивилизацию а вот какова была ситуация в первой половине третьего тысячелетия до нашей эры это дискуссионно на самом деле возможно там другой народ этим писал приводится много аргументов которые пытаются все таки вязать шумерами эту письмо шумерским языком но они как правило все опровергнуты были направление письма самые разные но вот пример то есть какие то есть рисуночные знаки но допустим числа уже довольно абстрактно так писались имелось несколько систем численности математических систем числовые знаки разных видов были в этой письменности в основном она была 60 личная с опорой на число 60 но допустим для зерна были другие системы числовых обозначений была 2 60 личная система для исчисления различных полей площадей была другая система числовая возможно вот в том языке который мы не знаем на котором писали который не шумерский там возможно вообще разные числительные были на разных классов предметов и это отражает письменность также были сложные системы измерения времени в этих и диаграммах то есть разные диаграммы для измерения времени но уже тогда они системы измерения серна и времени как-то вот объединяли то есть определенные абстракции математические возникают уже в логографии что касается шумеров то они это переделали во первых знаки в клинописные это перестали это перестали это рисовать линиями а стали этого такими вот клинышками нам известными на глине отжимать чтобы было проще то есть это отдельные штрихи не надо рисовать и уж умеров развилась система из трех видов знаков то есть во первых детерминативы детерминатив обозначает общую семантическую идентификацию то есть какому классу логически относятся данные данное слово ставится обычно перед словом или после слова также может обозначать грамматически допустим что это множественное число или что это числительное из какой-то степени это сравнимо с ключами в китайских иероглифах но в китайском иероглифе детерминатив пишется внутри знака допустим там пишут знак человека означает что весь знак обозначает человека но его вставляют в сам знак а в шумерском отдельно писалось второй тип знака это логограмма то есть собственно иероглиф и у них развились сила баграма то есть окончание слова она передавалась с логовыми знаками и как мы знаем на примере японского это часто при заимствовании письменности возникает то есть когда вот японцы заимствовали китайские иероглифы чтобы обозначать окончание японские не было китайских иероглифов поэтому они разработали слоговую письменность вот вполне возможно что что меры заимствовали и для написания своих вот этих аффиксов а в них язык аффиксальный до или префиксов они начали разрабатывать слоговые знаки аллигатуры такая еще вещь нужно о ней сказать они часто эти клинописные знаки делали составными то есть вписывали один знак в другой что позволяло это сложное значение передавать вставляли там вовнутрь справа слева и так далее это все аллигатура называется единое написание но в общем определенно шумеры примерно в середине третьего тысячи и киношеры точно уже это развитой клинописью владели и они уже передали ее семитам то есть семиты точно уже через посредство шумеров потому что они используют шумерские иероглифы но семиты были вынуждены развивать эту слоговую всю письмость потому что для кучи всяких явлений уже семитского языка точно не подходили эти иероглифы и у семитов еще больше развилась именно фонетическая часть языка слоговые элементы примерно к середине третьего тысячелетия сложился общий вот этот сила барий то есть слоговая письма с которой понимали на всем ближнем востоке этого времени и и могли для шумерского языка использовать для семитского языка и позднее для разных других языков использовали 600 знаков классический в классической форме вот это вот письмец который применялся для шумерского для аккадского содержит 600 знаков из которых порядка 50 слоговые ну это в общем говорит о том что достаточно легкая потому что когда я японский учил там порядка 2000 иероглифов как минимум надо было освоить довольно сложных по написанию многие из них которые особенно редко употребляется они же и сложные по написанию и две еще слоговые письменности то есть там что-то 2 200 знаков минимум на японском наряду 600 600 это и иероглифы и слоговые то есть иероглифы мы не самые только частые понятия обозначали довольно рано применялась это вот и блаицкая еще клинопись тоже третье тысячелетие для других языков то есть не только для аккадского или шумерского это была единственная система письменности которую знали они на востоке поэтому когда новый язык пытался обрести письменности они использовали эту вот сила барий можно посмотреть то есть вот собственно слоговые знаки это половина сила бария посвящий пример просто привожу уже не пытаюсь обучить письменности этой то есть знаки могли быть как для открытого типа ба так и для закрытого типа актом и так далее а когда допустим слог типа бах то писали ба ах то есть так вот для первого типа и второго типа но японцам проще потому что у них только открытые слоги полный набор на 600 знаков как пишут редко применялся то есть это особо крутые люди знали все 600 знаков правило какие-то выборки из этого допустим если человек только бухгалтерскую документацию владеет ему надо знать сила барий ну и штук так 100 150 иероглифов которые обозначают числа и основные там вещи типа зерно там рабы люди и так далее все принципе освоить 100 знаков две недели при современных методиках обучения поэтому не знаю что они там школе годами учили то есть освоить эту письменности какой-то упрощенной форме можно за несколько месяцев и в полной степени я думаю за полгода легко 600 знаков владеть даже не особо напрягаясь тем не менее при применении другим языкам это сокращали допустим иламская письменность третьем тысячелетии была разработана и там только 200 знаков по максимуму и наиболее часто 130 знаков то есть 200 совсем все знаки и 130 обычно употреблялись вот это значит аламские фонемы на которых применялись эти самые клинописные слоговые знаки но вот дело в том что разрабатывалась слоговая письменность для шумерского естественно передает шумерские только звуки когда это переносится другие языки то начинают они игнорировать специфику этого языка и передать пытаться похожими шумерскими звуками передавать звучание этого языка что вызывает потом проблема в реконструкции потому что языки точно там были разных семей у них точно там отличалась вся система фонетическая и то есть это все попытки передавать фонетическую систему одного языка через письменность разработанную для другого языка но это все равно чтобы если бы все писали бы допустим японской слоговой письменности а потом догадали что это значит допустим пытались звуки типа жата в которых нет японском передавать каким-то образом японской письменности более позднее это хитская клины письменность довольно богатая там 370 знаков то есть они много иероглифов освоили они иероглифическую часть писали по шумерски прям шумерскими знаками и окончании писали все эти индоевропейские написали слоговыми знаками хитская клины письменно рано было унифицировано милость четкая хитская орфография в эпоху видимо старо хитского царство она была полностью унифицирована хурицкая клинопись в отличие от хитской не имела четкой орфографии хурицкие тексты без всякого порядка записывались то вавилонской орфографии то в хитской орфографии то в общем была еще какая-то метанийской орфографии которые мало известны но еще в метане в царстве который недолго просу что было пытались также собственную орфографию разработать и она применялась для хурицкого языка самая поздняя система уральская но в общем общая тенденция была к уменьшению числа иероглифов то есть в уральской всего 100 знаков из них 20 слоговых и то есть порядка 50 там 80 иероглифов только осталось которые достаточно легко освоить вот собственно соответствие уральские вот ну в общем какие выводы очень много все равно многие вещи обозначались иероглифами допустим числа в результате звучание чисел в некоторых языках сейчас непонятно и вот проблема в том что фонетику каких-то кавказских языков которые явно сильно отличаются от шумерского все равно приходилось передавать через шумерские фонетические слоговые знаки в результате как какое-то представление мы можем составить о том как это звучало но каких-то точных без наличия алфавита приспособленными к этому из губких то точных реконструкций часто трудно сделать